Секрет долголетия. В чем же он? Ответ на этот вопрос юная Надя отразила в настольной игре путешествия из России в Японию. Страну восходящего солнца девочка выбрала не случайно. Именно там долгожителей намного больше, чем в России. На сегодняшний день 36 тысяч японцев перешагнули границу века. В своей игре школьница смогла отразить основные факторы долголетия и поделиться ими со сверстниками. Правила простые. На поле два пути и две фишки. Русская и японские матрешки. Есть три вида карточек. Красный, синий и желтый. С одной стороны вопрос, а вот с другой ответ. Если фишка попадает, например, на красный кружок, то человек берет красную карточку, читает вопросы и отвечает на него. Если он ответил правильно, то он забирает карточку себе и продолжает игру. Если он ответил неправильно, то он пропускает вход и кладет карточку вниз стопки. Выигрывает тот, кто первый доходит до финиша. Синие карточки с вопросами о спорте, красное – о здоровье, а желтое – о питании. Как подметила Надя, именно сбалансированный прием пищи во многом влияет на продолжительность жизни. С позиции первооткрывательницы согласен и президент Российской Федерации Владимир Путин. По нацпроекту образования в школах был пересмотрен рацион питания. Так, к примеру, в гимназии, где учится Надя, столовая заметно преобразилась. А главное – улучшилось качество приготовленных блюд. Теперь родители могут не переживать, сыт ли их ребенок, а лично убедиться в качестве школьной еды. Со стороны родителей, родительской общественности ведется систематический контроль за качеством блюд, качеством питания. Согласно графику дегустации, которую можно найти на стенде в нашем центре здорового питания. Так как родители, так же, как и сотрудники, заинтересованы в том, чтобы ребенок хорошо и плотно поел, и при этом получил здоровое и полноценное питание. Дети на обед бегут с охоткой. Ученики среднего и старшего звена могут сами выбирать блюда. Здесь уже дело вкуса. Главное, чтобы ребенок не остался голодным. Какое ваше блюдо любимое в столовой? Ну, если честно, в столовой так вкусно готовят, что у меня даже нет любимого блюда. Вот сейчас. А у тебя? Мне нравится гороховый суп. Напомним, 1 сентября 2020 года вступили в силу изменения в 37-ю статью Федерального закона об образовании, согласно которым все учащиеся начальных классов должны быть обеспечены горячим питанием. Ульяновская область одной из первых получила федеральные средства, тем самым обеспечив 100% готовность. Дети из малообеспеченных и многодетных семей получают льготное питание. А если ребенок на домашнем обучении или по особенностям здоровья не ходит в школу, то ему положена денежная выплата. За качеством питания следят также компетентные инстанции. Это пятиступенчатый контроль. На сегодняшний день мы говорим о контроле со стороны, во-первых, образовательной организации, со стороны учредителей образовательной организации. Кроме того, мониторинг, который ведет Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области в ежедневном режиме. У нас действуют горячие линии. Кроме того, родители, законные представители обучающихся могут обратиться и через платформу обратной связи. И сейчас есть возможность такая обратиться еще и через госуслуги. Много сделано и много еще предстоит. В Ульяновской области принято решение продолжать обновление столовых, заменить оборудование, выстроить систему поставок, качественных продуктов. Вся работа, согласно нацпроекту, рассчитана до 2023 года.